Роза Стефани Баронинсу Гутенберг Стефани Баронинсу Готенберг Роза Стефани Баронинсу Гутенберг Представитель группы Флорибун Это один из тех цветов, которые способен украсить любой дачный участок. Особенно эта роза подойдет любителям нежных постельных оттенков. Роза Стефани Баронинсу Гутенберг Что это за сорт? Стефани Баронинсу Готенберг Роза, которая появилась относительно недавно, в 2011 году. Переводится дословно как «Баронесса Стефани Гутенбергска». Выведена немецкими селекционерами, названа красивым именем, которое приятно произносить, всегда возникает некоторое чувство гордости. За то, что такая роза растет на приусадебном участке. Это гибридный сорт, который получился в результате склещивания чайно-гибридного цветка с полиантовым. Полиантовые розы Тантау, краткое описание и характеристика, ботаническое описание сорта, роза Стефани, флорибунда, кусты растения. Компактный, невысокий, не более 80 см, бутоны среднего размера диаметром 7-8 см, цветки махрового и кремового цвета, на ярком солнце. Выгорают до белого оттенка, в каждом цветке около 35 лепестков, аромат нежный, тонкий, практически неощутимый, листья некрупные, зеленые, глянцевые. Среди основных характеристик Стефани выделяет низкую опыляемость насекомыми, поскольку ароматы неяркие пчелы и осы просто не слетаются. На него удивительная зимостойкость. К сведению, когда бутон розы раскрыт полностью, можно увидеть плавную градацию от нежно-розового оттенка в сердцевине к кремовому основному цвету. Преимущества и недостатки сорта использования в ландшафтном дизайне роза Стефани Баронинцу Гутенберг прекрасно смотрится на садовых участках, оформленных в романтическом, нежном стиле. Не стоит сажать ее рядом с яркими цветами, они заглушат ее очаровательную красоту. Прекрасно подходит для оформления миксбордеров, выгодно смотрится на фоне яркой зелени. Это повторно цветущим сорт, между цветениями есть небольшой перерыв. Обратите внимание, благодаря неприхотливости цветка ландшафтные дизайнеры часто берут его при оформлении городских и парковых территорий. Роза Стефани Баронинцу Гутенберг в ландшафтном дизайне выращивания цветка. Выращивание цветка не принесет цветоводам никаких проблем, посадка также займет немного времени. Очень важно определиться с местом посадки и оградить цветок от сквозняков, ветров и избытка влаги. Посадка в открытый грунт осуществляется саженцами, приобретенными в магазине или питомнике. К их выбору нужно отнестись внимательно. Если корневая система закрыта, опасаться нечего. Если приобретается роза с открытой корневой системой, перед посадкой ее нужно осмотреть, выветь и обрезать поврежденные или подгнившие. Корни также обрезать слишком длинные части. Розы, приобретенные в питомниках или магазинах, закрытой корневой системой предпочтительнее сажать в открытый грунт весной, в апреле-мая. В российских регионах возможна и осенняя посадка до середины октября. Посаженное осенью растение должно укорениться в очи и подготовиться к первым осенним заморозкам. Обратите внимание, этот цветок благодаря своей компактности может выращивать не только в открытом грунте, но и в декоративных катках, в озонах или других крупных сосудах. Выбор места, выбор участка, на котором будет высажен куст розы, должен учитывать его параметры, а точнее компактность. Много места цветок не займет, поэтому нет смысла сажать его одиночно на большой поляне. Место понадобится открытое, где солнце светит в утренние и вечерние часы. Затененность не требуется, она возможна только в минимальном объеме. Стоит учитывать и то, что выбранное место должно быть ограждено от сильных порывов ветра и сквозняков. Как подготовить почву и цветок для посадки передней посредственной высадкой в открытый грунт? Необходимо подготовить почву заранее. Если планируется весенняя посадка, то субстрат готовится еще с осени. При высадке осенью нужно подготовить почву-смесь примерно за месяц до предполагаемого дня. Почву вносят дренаж, органические удобрения, зал, суперфосфат. Растения стоит подрезать, оставив небольшие отростки 15 см. Подрезанные корешки следует обработать толченым древесным углем. Важно! Перед посадкой корневая система Стэфни Баронинцу, Гутенберг нужно 1-2 часа. Подержать в растворе воды коровьего навоза. Процедура посадки пошаговая инструкция Яма подготавливается заранее. Ее размеры должны составлять приблизительно 60 умножить на 60 см. На дно ямы помещают слой дренажа 10 см, навоз, питательную почву и немного песка. Его можно заменить мелким гравием. Грунт засыпается поверх удобрений. Из него формируют небольшой холмик, на который ставят растения, аккуратно расправляя корни. Яма засыпает грунтом, почву слегка утрамбовывают и хорошо поливают водой, но не заливают. Весенняя посадка розы в открытый грунт уход за растением. Роза Штефани Флорибунда – один из самых неприхотливых сортов, уход за ним практически не требуется. Нужно всего лишь соблюдать простые правила, которые необходимы для нормального развития всех цветов. Правила полива и влажность. Полив требуется один раз в 7 дней, но он не должен быть обильным. Если погода слишком жаркая и засушливая, можно поливать цветок немного чаще. Вода нужна только для питания и усвоения питательных веществ из почвы. Почва всегда должна быть немного влажной. Важно! Ни в коем случае нельзя переливать розы и допускать застой влаги. В оперативном случае цветок просто погибнет. Подкормка и качество почвы подкормка должна быть регулярной. Начало внесения удобрений происходит с началом периода вегетации – март-апрель. В это время вносятся азота, содержащие комплексные удобрения, которые обеспечат активный рост зеленой массы. Как только начнут появляться первые бутоны, азот стоит заменить его на калийно-фосфорные вещества. Они поспособствуют пышному и продолжительному цветению. Обрезка и пересадка Обрезка производится ранней весной до тех пор, пока на розе не начали закладываться почки. Стебли подрезаются примерно на одну третью, поврежденные за зиму и сухие ветки удаляются полностью. Особенности зимовки цветка роза Стэфни Баронин – удивительный сорт, который способен выдерживать морозы до минус 23 градусов с безукрытия, однако рисковать не стоит, цветок необходимо утеплять. Вокруг куста с наступлением первых морозов убираются листья и мусор. Их лучше сжечь, чтобы обезопасить растения от вредителей, которые скрывают свои личинки под слоем почвы. После этого землю вокруг розы мульчируют орфом, а сам куст укрывают специальным садовым утеплителем. Укрытие розы на зиму Цветение розы Цветение розы очень продолжительное, цветки нежные, почти без запаха. Период активности и покоя Период активности начинается в начале июня и продолжается на протяжении всего лета до самых заморозков. Перерыв между цветениями практически незаметен, особенно если высадить рядом несколько кустов. Уход во время и после цветения Основные правила ухода во время цветения розы Штефани Флорибунды Подкормка калийна Фосфорными удобрениями Регулярно умеренный полив Своевременная срезка урядших цветков Цветение розы Стефани Что делать, если не цветет и если цветы так и не появились, необходимо искать причину прежде всего в неправильном уходе. Возможно, место для посадки выбрано слишком затененное или слишком ветренное. Еще одна причина – чрезмерный полив. Избыток азотистых удобрений также может спровоцировать отсутствие цветения. Выяснив причину, следует немедленно ее устранить и роза отблагодарит цветовода пышным цветением. Размножение цветка Размножение цветка производится единственным способом – черенкованием. Обратите внимание, черенки можно срезать на протяжении всего вегетативного сезона. Стоит обратить внимание, что если процедура планируется осенью, то черенкам потребуется не менее двух месяцев на укоренение и подготовку к зиме. Подробное описание, чтобы срезать черенки, выбираются молодые стебли, на которых 3-4 здоровые почки и столько же листочков. Черенок длиной 10-14 см связается из центральной части выбранного стебля. Нижний листок удаляется, а верхний укорачивается. Будущие растеницы погружают на сутки в раствор корневина или другого стимулятора роста корней. Черенки сажают сразу в открытый грунт и накрывают пластиковыми бутылками и пленкой. Цепличка время от времени приоткрывается для проветривания и увлажнения. По истечении 3-4 недель можно полностью убирать укрытие. Черенки уже должны укорениться. Болезни, вредители и способы борьбы с ними. Этот сорт флорибунды имеет высокий иммунитет к большинству болезней. Если на нем появляются вредители, их нужно своевременно устранить. Для этого нужно регулярно осматривать цветок с помощью специальных инсектицидов. Роза Стефания, Бароницу, Гутенберг – идеальный вариант для любителей нейтральных, нежных, мягких оттенков. Роз съели заметным тонким ароматом. Длительный период цветения, неприхотливость, морозостойкость помогают сделать выбор в его пользу даже начинающим цветоводам, желающим. Вырастить у себя на клумбе целый розарий. Продолжение следует...